Москву и область могут заполонить золотоискатели. Правда, это станет возможно только после принятия специального закона. Его уже разрабатывают в Министерстве природных ресурсов и экологии. Где нужно искать и как при этом не превратиться в преступника, расскажет Виталий Калашников. Городские пляжи для московских кладоискателей самое хлебное место. Как только отдыхающие покидают тёплый песок, на их место тут же приходят люди с металлодетекторами. Уже несколько лет Владимир только и делает, что достает из-под земли драгоценности. Этим и живёт. Говорит, откапывает по два-три крупных клада в год. Правда, чаще в руки попадают бесценные вещи, то есть те, которые никакой ценности не представляют. Детская машинка. Душка от очков. Купающиеся потеряли. Теряют сегодня, теряли и 300 лет назад. Но самое ценное, утверждают учёные, всё же чаще прятали. Неожиданные клады археологи то и дело находят в центре Москвы. Клад был найден вот здесь. Это был такой продолговатый свёрток. Сначала он показался таким вот зеленоватым камнем. Это такая вот холстина тряпка, которой всё замотано когда-то. Она уже такая, уже окислившаяся от меди, прогнившая, и там слипшаяся ком монет. Монеты времени первых Романовых прошлым летом откопали в Кадашовской слободе. Чуть ранее клад советских монет нашли на территории ВДНХ. 75 килограммов серебряных испанских денег обнаружили в Ипатьевском переулке. А из-под гостиного двора достали самый крупный московский клад. В этом кладе, почему он является крупнейшим, 95 тысяч копеек было обнаружено. Это для 400-летней давности огромная сумма. Такие солидные находки чаще делают профессиональные археологи. Бывает, перепадают и любителям, но от этого страдает наука. Чёрные копатели без соблюдения методики проводят раскопки и нарушают культурный слой. Поэтому уже в данном конкретном месте продатировать тот или иной клад, определить его ценность для истории, для науки, будет гораздо сложнее. Нашёл на даче горшок со старыми монетами, отнеси в ближайший музей. В таком случае по закону имеешь право на 50% стоимости сокровища. В противном случае от кладоискателя до преступника один шаг. Считается, что к предметам археологической ценности относятся все вещи, которые старше 100 лет. То есть вплоть до уголовной ответственности возможно применение к человеку, который нарушил культурный слой старше 100 лет. Даже просто изъятие и ведение поиска данных предметов карается со стороны государства. Я уже даже не говорю о том, что данные предметы должны обязательно передаваться. А вот, например, на месторождениях золота, уже отработанных в промышленных масштабах, частным лицам попытать счастье разрешается. В Минприроды сейчас даже разрабатывают специальный закон, регламентирующий работу таких индивидуальных предпринимателей. Он может копать только до глубины до 5 метров. Он не может привлекать подрядчиков для выполнения указанных работ. То есть фактически он должен всю действие осуществлять самостоятельно. Он не имеет права применять взрывные работы, а также механизированную технику. И еще одним плечевым условием является то, что он может добывать только до 10 килограмм золота. В тестовом режиме такую практику введут в Магаданской области. Хотя, утверждают геологи, золото можно найти и в Московской. Здесь под нашими ногами вся таблица Менделеева. Здесь все драгоценные металлы находятся. На самом деле под ногами у нас есть все, в том числе и платина. Платина на Воробьевых горах, самоцветы в поймах рек, агаты на западе города. Московская земля могла бы стать вторым клондайком, только вряд ли это получится, говорят ученые. Драгоценные металлы и минералы в черте города добывать настолько сложно и дорого, что затраты на поиски будут в разы выше, чем прибыль. Виталий Калашников, Андрей Конаков, Дмитрий Петровский. Москва, 24. Дмитрий Петровский.